Девушки отдыхают Девушки отдыхают Может быть мне больше повезет Так сказать Ха Интересно Кстати вообще это довольно странно Представлять как он прямо здесь будет Это пытаться делать Прямо ей в голову доставать и засовывать Хорошо, мне больше нравится правый Не знаю почему Может быть потому что он По цвету ее ободка для волос Тоже голубой А, то есть с нее ничего не надо совать Это просто переключение Что? Как я здесь оказалась? Многие задаются этим вопросом Но мало кто в действительности хочет это знать Ха, ты забавный Так Понятно Она дурочка Если до этого она была стервочка То теперь она дурочка Мне это по-моему больше нравится Так что дайте попробуем с ней поговорить Теперь в этом плане Узнать что она от меня захочет О, это ты Как мило Вот значит Где ты тусуешь-то? Я-то? Бред какой-то Я даже не помню Как я здесь оказалась Не важно Как ты здесь оказалась Важнее то Что я знаю Как ты должна выбраться отсюда Дирижабли Скажи мне Что это дирижабль Нет Это не дирижабль Ну вот Может позже Ура Ё-моё Чё-то мой хриплый голос Не очень Может делать её обертана Но сам взялся Сам буду пытаться Хорошо Я думаю что Твоей крошкой Точно сейчас не надо говорить Хотя нет Почему? Она как раз на это И должна правильно отреагировать Но всё по порядку Должна пойти со мной к доку О нет Я что заболела? Нет Ты? Ну вот Теперь я чувствую Кажется у меня температура Ты не больна И у меня язык онемел Амимел Посмотри у меня горло не красное Аааа Ты можешь послушать? Ты не больна Уф Какое облегчение А то я подумала что мне надо к доку Но тебе надо заглянуть к доку О нет Я что заболела? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Или ты про один из тех дней имел в виду немножко не то? Ну, просто я действительно узнавал. Она мне должна говорить, чего она от меня захочет. Я даже больше скажу. За каждый из трёх вариантов у нас будет охренительно длинное прохождение, чтобы уговорить её. Но я пока от неё не понимаю, чего она хочет. Давайте дальше. Я как бы сюжет особо не углублялся, но я пообщался с мудрыми людьми, написавшими мудрые вещи. То есть я не знаю, что будет дальше, но я знаю, как это будет. Ты ничего не помнишь? Почему? Помню. Ты Руди. Рофус. Ах, я так вымоталась. У меня такое чувство, словно меня в висок ударило горящее лезвие пилы. Ты явно вообще ничего не помнишь. Тем более важно поскорее показать тебя доку. Наверное, ты прав. Ты настоящий друг, Руди. Ага. Но ты идёшь? Нельзя терять времени. Мы должны помешать органонсам взорвать Японию. Я правильно тебя расслышал? Ты собираешься остановить органонсов? Только не говори, что ты скорешился с этими сопротивлением. Сопротивлением? Ты о чём? Ну а ты как думаешь? О Яноше и его дружках. О чём же ещё? Янош? Я ему тысячу раз говорил, никаких подпольных собраний в моём баре. Сначала они орут. Смерть органонсам! А потом мне приходится выгребать орешки из музыкального автомата. Ты слышал, Руфус? Настоящее подпольное движение. Слышал? Офигеть, как круто. Но сейчас самое главное, это пойти к доку. Он поставит тебя на место мозги, и тогда... Но мы не можем! Мы должны присоединиться к сопротивлению! Да? Что? Да. Теперь я понял, чего она хочет. Она хочет быть... Как там? Не анкой-пулемётчицей, но чё-то из этого разряда. Выносить больных из подграда пуль. Завязывать раны. Ходить в пилотке. А может быть и нет. Но этот вариант развития событий мне пока что кажется более простым, потому что сопротивление... Вон оно сидит на верхнем плане. И с ним хотя бы можно поговорить. А зачем я тогда спёр орешки? Из-за её первого варианта я вообще не понимаю. Так. Наверное, всё это говорить не надо. Да. Что мне сделать, чтобы ты пошла со мной? Не знаю. Ты умеешь колдовать? Конечно. По мгновению моей руки вещи исчезают без следа. Ух ты! Но у меня снят на это времени. Мы должны присоединиться к сопротивлению. Таким как Янош. Ах. А без этого никак? Ну пожалуйста. Ну ладно. Но потом мы вместе идём к доку. Конечно. Настоящий боец за свободу пойдёт хоть на край света. Всё. Я понял. Я не буду с ней больше говорить. Я буду говорить с Яношем. Ну Янош-то мне точно даст задачу. Янош, Янош. На что тебе сдался этот Янош? Вот это мне и хотелось бы узнать. Это был риторический вопрос. Янош лидер сопротивления. Ты только о нём и говоришь. Серьёзно? Наверное, он настоящий сорвиголова. О боги. Всё. Моё коронное эй, крошка. И разойдёмся с тобой. Я пойду к Яношу. Эй, крошка! Это ты мне? Да. Да. Взгляни мне в глаза, малышка. У тебя что? Контактная линза выпала. Тут так темно. Я вообще нифига не вижу. Проехали. Всё. Я сдаюсь. Неважно, неважно. Да. Ну ладно. Жди здесь. Я скоро вернусь. Ага. Так, я должен проверить одну вещь, которая мне не даёт покоя. Я хочу попробовать именно автоматическим методом попытаться поменять музыку. И убедиться в том, что это невозможно сделать, потому что вот ему будет абсолютно пофиг на это. Да-да-да-да-да. Или нет? Да, музыка абсолютно не поменялась. Там не вылез никакой ботинок, который дал ему под зад и заставил петь что-то другое. Танго Мёртвых Голубей. Странно, он ноты меняет и играет то же самое. Вон, посмотрите. Да, ноты поменял. Играет то же самое. Ну ладно. Итак, Янош. Блин, это Гарлев. А где Янош? По-моему, Янош это его друг, которого он как раз здесь ждёт. Так что пошли скорее. Кхм. Как-то странно идёшь. Во, теперь, наверное, туда, куда надо, да? Да. Есть маленькие глюки, но от них никому не горячо, не холодно. Можно тебя ещё побеспокоить? Ты ведь всё равно это сделаешь. Верно подмечено. А, ну вообще, я вспомнил. Мне для него нужно найти пальцы. Да. Я слышал, что ты стоишь в сопротивлении. Кто тебе это сказал? Это сверхсекретная информация. Прости, я не знал. Да и остальные, кажется, не в курсе про такую секретность. Ну так скажи им. Нельзя, чтобы на каждом углу болтали о моих секретах. Да. Сведи меня с вашим главным. Забудь. Наше укрытие строго засекречено. Я думал, вы собираетесь в подвале дома мамы Яноша. Возможно. Но только свои знают секретный стук. Да, секретный стук он мне, я помню, тоже в прошлой серии показывал. Потом говорил, что он не такой. Да, ключ от сортира, я у него спрошу. Да, но он ему пока нужен. Я вроде как ввязался в спорт. Так, 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 так. Этого я и жду. Всё, понятно. В общем, говорить с ним абсолютно бесполезно. Ладно, тогда я пойду. Свидимся. Я просто стремлюсь покинуть это место хоть зачем-нибудь. Хотел поискать подвал мамы Яноша или ещё что-то. Но я реально просто не могу здесь больше находиться. Мне хочется что-нибудь сделать. Например, выключить этот генератор, которым я уже вообще забыл. Я забыл, как выглядит реальный мир, который здесь вокруг. Правда, я не забыл, что он по-прежнему долго грузится и даже немножко тормозит в самом начале. Но немножко. Да, генератор. Я. Я ждал этого. Я ждал этого почти полторы серии. Я не вижу выключателя. Неважно. Да-да-да, он не чинится так. Выключить. Наконец-то я могу в него ручку всунуть. Это не мусорный двигатель. Чёрт. Я так надеялся. А, он что-то говорил про сахар. Ну, это орешки. Да. А может, у него там в таверне... Ну, я ещё на секундочку сюда вернусь. Может, у него в таверне есть сахар всё-таки? Давайте подсветим. Так, гуал. А, дверь в туалет. Да, меня сюда пустят. Ну, правда, если ключ у этого чувака, то я не смогу сюда пройти никак, но дверь в туалет я ещё не пробовал трогать. Ммм, заперто? Это же всегда приятно, когда можно потрогать что-нибудь новое. О, сахарница есть! Не зря сюда вернулся. В принципе, зачем шёл, затем он вернулся. Он её благополучно спёр, Боза с ним ничего не сделал, да? И зачем Боза с сахарницей? Хотя, что пьёт Боза, я не знаю. По мнению Рухса... А, свеча. Свечку не трогай. А? Это единственный источник освещения, когда генератор сломается в очередной раз. Е! Я нашёл ещё одну задачу. Ну, наверное, пока что смысла нету с ней чего-то делать. Надо сначала вырубить генератор. И пойдём это делать. Кто-то мне... Да, я уже не помню, кто говорил, там было очень много разговоров, но говорил, что сахар сможет вырубить генератор. Правда, может, он имел в виду про другой песок, но я запомнил именно как сахар. А, вспомнить бы ещё. Сахар в баке – это хорошо для двигателя или плохо? Есть только один способ узнать. Е! Ясно. Значит, плохо. Я так и думал. Сахарница у меня отняли или... А, осталось. То есть, как бы мне это было не неприятно, я смогу чинить генератор и снова его ломать. Да. Кхм. Ну, хотя бы он так не начинает работать, меня это радует, потому что я боялся, я по нему стукну. Он включится, выстукну. Не включится. Ладно, чё здесь теперь изменится? Ха-ха, тут совсем темно. Но не только, чтобы включать мой слух, не настолько. У меня самые зоркие глаза в юго-западном квадранте. Хорошо ещё, что в детстве я надышался ртутьё. Да, это вспоминается о его отсылке к первой части игры, где он там на слух пытался в автомате найти что-то такое. Не в автомате, а в этом. О! Музыкальный гном заснул. И что же я теперь смогу с ним сделать? Я хочу это проверить. Да, только вот ты мне теперь ничего не скажешь нового. Да-да-да, можно тебя отвлечь, именно. Так. Боретесь, можно к вам присоединиться, хочу сыграть. Да, я хочу сыграть, это можно, твои пальцы. О, все на месте, ха-ха, блеф не прошёл. В смысле, что-то не так, неофициальные турнирные пальцы. Официальные турнирные пальцы. Ладно, я тогда пойду. Ой. Я не знаю, у меня такая странная логика. Мне кажется, что официальные турнирные пальцы можно будет купить у аптекаря. Ну или купить, или взять. Но аптекарь, он же слепой, у него должны быть пальцы. Какие-нибудь официальные турнирные пальцы. Сейчас, секунду. Прошу прощения. Так, иди вниз. Ау. Руфус снова в своём стиле. Хотя, точно так же, ничего не случилось. Абсолютно точно так же падал Глинка, или... Как он, Клейман в Неверхуде. Когда там была лестница, которую он складывал, раскладывал. Я всё ещё помню про Неверхуд. Знаете? Я думаю, кого-то это радует. Это ноты для песни весёлого Джонни. Я их, естественно, заберу. А теперь... Тихо. Тихо. Ха, есть! Они у меня даже есть. Я даже знаю, кому их дать. Я знаю, что их надо дать Гондольеру. Зачем их надо дать Гондольеру? Я не знаю. Но Гондольер, он такой, ему чё, не дашь? Он всё сделает. А, так вот как это работает. Да. Аликс музыкальный гном. Вау. Тихо. Тихо. И что? А, это показывается, как он храпит. Ха, мило. Не, я неправильно сказал. Мило. Так. Могу ли я теперь, кстати, управлять, как не Тим? Хм. А. Значит, всё-таки он как-то... А, ну, он подключён к электричеству. И, значит, без электричества он не работает. Поэтому музыкальный зном и спит. Это не от того, что стало темно. От того, что я, наконец-то, дал ему отдохнуть. Я проведу два эксперимента. Я, во-первых, дам эти ноты Гондольеру. А, во-вторых, включу свет и посмотрю, что гном будет делать без нот. Гондольер, грузись. Кстати, у Гондольера такая музыка всё-таки... Меняет настроение. О! И генератор заработал. Сам очухался, да? Тебя очухивать не надо, ты сам очухиваешься. Гондольер, бери ноты. Я знаю, ты сможешь, хотя... Почему бы тебе не спеть что-нибудь другое для разнообразия? Вот. А, у него тоже есть пепитр. Песня весёлого Джонни. Ха, это так же романтико, но... Баба Энни, я сделать всё, что могу. Но это не очень сложно. Чё мне это не очень, не понял. Ну давай, пой. Йо-ху, прега. Ты ведь эксперт любовных делах, да? Оу, аморе, си-си. Чи-то ты хочешь узнать, а? Чи-то ты хочешь узнать, это как-то не из его акцента, мне кажется. А вот си-си, это да. Есть одна девушка, немного наивная. А-а-а, больше можешь не говори. Ти-с-са-и-на-морато, ди-у-на-белла-бамбина-тимидат. Ты должен быть сильный. Впечатлять её? Бамбинас-тимидас, хотят приключаться к о-нома-криминаль. Хочешь сказать, таким нравятся плохие парни? Но, метод проб и ошибка. Понятно, значит он будет меня консультировать по поводу каждой из наших гол. Замечательно. В общем, я должен вступить в эту секту. Не секту, свидетелей ДТП на Кутузовском. Как говорилось в постановке КВН, сборной Санкт-Петербурга, плохое радио. Не об том я говорю. Да. Есть она, элегантная, сильная девушка, настоящая аристократка. А, больше можешь не говори. Ти-с-са-и-на-морато, ди-у-на-дон-на-аристократико. Ти должен быть ун-кавалеро-романтико. Ти должен звать её на ун-а-белла-белла, делать ей дивный вечер. Ти должен прокатать её на гондоле-романтико-кон-кансоне-мио. Гондола у тебя есть... Лу-у-у-у-у-у. Ла-ла-ла-ла-лу-у-у-у-у. Я не могу так больше. Эх, хватит, прекрати. А что-нибудь получше придумаю. Ха, Кретино! Так. Значит, я мог бы у него спросить и про третью одновременно, но третью я пока что Гуал не познал. Я познаю её в будущем. Тантаро на ночи. И тебя туда же. Ариведерчи. А? Что это значит? Да ничего. Так, я отправляюсь на поиски приключений. А точнее, на поиски тех, кто может устроить гуал приключения. На причала я... А, я уже ходил на причал. Странно. Не помню такого. А, не-не-не, здесь я уже был, да. А-а-а-а... Подождите-ка. На причале я точно помню была подворотня. Или не было подворотня? Не, подворотня была не на причале. Подворотня... А, нет, подожди. Я запутался. Сейчас я проверю, что здесь происходит вообще и... Да. Да, катер Бозо. На катере Бозо точно ничего не может быть. Значит, идём назад. Надо бы пользоваться картой, но... А, да, я хотел проверить, что станет с этим музыкальным гномом. Что он теперь будет играть? Смелится ли мюзика? О! Хе-хе. А он теперь ничего не играет. У него одна нота на всё, я же говорил. А, так вот как это работает. Да-да-да. Что ты мне теперь скажешь, маленький товарищ? Эй-хоу. А, рываешься на неприятности? Да ладно тебе. Отпевай. Тебе повезло, что я не бью, коллег. А, кстати, наконец-то вспомнил, как поётся эта песня, только я не помню, откуда она. В оригинале это... Хо? Хей-хо. Хо? Хей-хо. Хай-хо. Хай-хо. А он поёт... Хай-хо? Хай-хо. Ну, может быть, и нет. А, ну всё, я с ним не могу говорить, значит, пошли нафиг отсюда. Пока я не найду этих чуваков... Кстати, я ему дал ноты, а он всё равно поёт одно и то же. Нафига я ему давал ноты? Пойдём изучать новые места. Надеюсь, я ещё пока что не был, хотя бы узнаю, что это такое. Грузись в новая локация. Вау. Это мне как-то напоминает... Нечто странное. Мне ещё казалось, у этого города далеко не такая архитектура. Но красиво. Я не могу сказать, что мне это не нравится. Антенна. Что за дилетант её установил? Её нужно срочно выровнять. Выровняй, Руфус. Он её сопрёт. Ой. Почему у меня с антеннами всегда так выходят? У Руфуса огромные карманы. Но я рад. Я люблю коллекционировать все странные предметы, которые могут мне пригодиться. По крайней мере, если я соберу всё, то я смогу что-то делать. И эта игра начинает мне всё дальше напоминать этот новый Биошок. Инфинити. Или инфайнит, или инфайнити. Не знаю, как правильно. Я его называю инфинити, мне так ближе. Потому что тут и перископ, и на дирижабле она хочет улететь. Я пока что как раз доиграл до того, где они на дирижабль пытались сесть. То есть до самого начала игры не могу. Игра дико цветастая и дико мельтешит в глазах. Красивая до ужаса, но у меня болят глаза. Я не могу играть больше часа. Вот такие вот игры, это да. Или тот же XCOM, который достался мне в нагрузку за пэт-заказ этого нового Биошока. Мне кажется, за мной наблюдают. На этом перископ должен был ему подмигнуть. О нет. Не могу, когда за мной наблюдают. Понятно. Карта. О! Турнирная рука. То, что надо. Правда, фиг я до нее доберусь, но хотя бы изучить. Наверное, это турнирная рука для профессиональной игры в камень-ноженьце-бумагу. Мне нужно попасть на борт этой субмарины. Че? Вперед, резиновая рука Рубуса! Ой, а раньше всегда получалось. Ну, хотя бы он не говорит эту остопостылившую фразу про телекинетические силы. Это хорошо. Так. Я же отменил. А, да. Так. Дайте думать логически. Наверняка я сюда как-то попаду через эту турбу. Достать ее я никак не могу. Мне кажется. Вообще, на этом экране довольно... А, нет. Подожди. А, да. Через этот люк. Через тернии к звездам. Вот прямо сюда. Я-то думал, что это какой-то потайной ход. А это просто спуск вниз. Наверное, вот сюда вот. Ой-ё. Снова карате-конфу и другие страшные слова. А! Ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, ты! Чего это ты здесь шныряешь? Это ты мне, что ли? Тебе, а кому еще? Или у тебя есть невидимый приятель? Ха! Будь у меня приятель, он бы и наполовину не был так невидим, как я. Потому что я двигаюсь незаметно, как ниндзя. Хи-я. Ну, конечно. Ты так топаешь, что я бы тебя заметил, даже если бы у тебя был золотой дракон невидимости из магазина приборов Гиллигана. Ха. Настоящему ниндзя приборы не нужны. Я смогу в любой момент раствориться в воздухе, используя свои секретные приемы. Ну так растворись, пожалуйста. И что бы я тебе здесь больше не видел, ясно? я думал этот перископ сам по себе перископ свой собственный оказывается тут просто разворачивается невиданных размеров драма зато я нашел тайные убежища этих из-за неорганизованной преступности есть выбор я могу либо вернуться в таверну и поговорить с его приятелем либо же пойти в магазин где я покупал картриджи для гуал и спросить там этот золотой дракон невидимости но что я уверен что это именно то место где его надо спрашивать его пойти дальше тесно я пойду дальше потому что это интереснее вот узнаю что дальше и потом пойду сразу же в этот магазин том вернусь сюда хотя нет наверно вернусь не сюда потому что меня там снова спросит еще чё-то и еще чё-то но грузись новая локация я думаю ты будешь еще более странный чем это я угадал то одновременно и розовый ужас и просто ужас это просто вот как совсем недавно я смотрел клип рамштайн майнленд ну майнленд там моя земля или еще что-то где рамштайн выступают в роли бич гайс ну или бич бойс мальчиков с пляжа я не могу на тиля смотреть в том варианте в котором он там клип просто порвал мой мозг всем советую или это все-таки магазин который он говорил наверное нет наверное это что-то более страшное может быть это дом матери того я наша или тетушки того я наша я не помню а чё все закруглилась до во двор мастерской дока даже здесь не был отверстие трубы вентиль трубы отверстие трубы а у проверка проверка я моя проверка сработала внимание внимание выслужите важное объявление ловучему черному рынку приближается комета повторяю во избежание паники рекомендуя вдумать вариант самоубийство все я понял так значит сада значит я был прав все-таки дом тетушки януша это та дверь в которую надо стучаться правильно с этим я смогу сделать что-то мне скорее всего надо будет сюда посадить кого-нибудь возможно даже злополучного попугая из первой части то что мне кажется что с попугаем я еще пообщаюсь вентиль трубы супер теперь труба закрыта но толку мне от этого никакого пожалуй лучше оставлю ее открытой иметь это в виду на всякий случай а чоус ты умеешь разговаривать скажи что-нибудь а я пойду постучу из дверь эта идея настоящий воздушный замок я прав ты прав тук тук ну что еще я же сказала вдоль ничего не отпускаю так что не жалуйся если вместо молока я тебе дам цианиду пою какого кто ты такой да моя память еще не окончательно отшиблена моим образом жизни и моей работы и всем остальным я помню что это за тетя это тетя в которую влюблен бозу он о ней говорил вернее о ней говорил не он а тавернщик в бане блин банщик в таверне бармен в таверне так вот зачем мне к ней надо я не помню мне нужен нож в брюхо или в глаз могу и так и так что у тебя есть интересное предложение дня глубокие раны и порезы для надоедливых посетителей ну ничего себе а тебе не кажется что с потенциальным клиентом стоит быть поприветливее это ты что ли клиент в зеркало ты давно смотрелся радуйся что я тебя еще не пристрелила ключевое слово еще вот она больше всего напоминает какого-то такого индейца не знаю у нее такая голова индейца они с у нее шотландца оружие у нее скорее всего американского производства кажется я заблудился похоже на то но у меня для тебя есть хорошая новость в будущем с тобой такого не случится потому что я тут освоюсь как следует потому что если ты будешь ходить то только под себя но это уже как-то вообще неприятно так вот я не понял не она ли случайно является тетушкой этого лидера сопротивления я надеюсь что нет хотя есть варианты надо будет побольше об этом узнать но не сейчас вот то зачем я к тебе пришел ты знаешь капитана боза капитана а раз у тебя есть ржавая корыто которая еле плавает так ты уже капитан единственный капитан которого я знаю капитан сигал из белвью но боза куда лучше этого напущенного имбецила так ты его знаешь но мне сейчас его нижнее белье если хочешь знать я в голове рисуется просто картина предыдущего вечера все было хорошо а с утра он забыл трусы надеюсь что не лифчик и она как истинная да или может все таки имелся ввиду подарок который подарил ей боза в виде нижнего белья но это просто фантастические фантазии ну я тогда наверное пойду и только посмей донимать меня снова жалко что не ставили никакую анимацию после закрытия двери он должен был как-нибудь там сделать пальцем и виска или еще что-то в этом роде не знаю не знаю не знаю что делать давайте закольцуем наш путь закольцуем нашу дорогу сюда и окажемся где-то возле мастерской дока да собственно здесь мы и оказались это магазин оружия это наверх здесь я по-прежнему ничего не могу вот ящик с подушкой безопасности могу ли я его я его должен мочь я же сделал все вернее я узнал зачем он нужен судя по квитанции о доставке в ящике запасная подушка безопасности для гондол я ее могу вскрыть отверткой понятия не имею для чего вообще нужны подушки безопасности они всегда приходят первые в негодность нет не могу ручка да не ручка ведро не ведро не а у но тоже не она осталось все меньше вариантов но картриджи по-любому сахарница тоже не сюда антенны тебя тоже не то значит пока не судьба что совать в печь я не знаю могу пожарить кстати орешки эта печь напоминает мне ту же из этого вышло бы отличное топливо но эта печь работает на угле кроме того с помощью этой штуки я рассчитываю нанести больше ущерба в другом месте это в каком это месте ты надеешься нанести больше ущерба ладно по крайней мере мир оказался мне кажется не таким огромным каким я его представлял локации вообще не то чтобы очень да хотя здесь я наверное еще не очень далеко ходил да я не ходил еще вот сюда схожу-ка я сюда узнаю что это но судя по тому не висни игра что это ведет куда-то сюда там наверно будет еще дофига локаций не оставлю-ка я эту локацию на следующую серию чтобы мне было еще что первое открывать схожу в темный переулок пытаясь постучаться тем более что они слышали страшное предупреждение да 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 это не секретный стук вот дьявол ееееее до меня доходит нужно заставить его приятеля хотя нет зачем ему стучаться секретным стуком сверху если он должен стучаться им только сюда просто можно было бы чтобы он постучался секретным стуком там где другое отверстие этой трубы тогда звук будет здесь и он его как бы услышит но это странная история не уверен не уверен тогда к аптекарю то что с ними я мне кажется еще не договорил я что где я бы хотел кое-что купить это хорошо очень хорошо и что же именно а что у тебя вон в той бутылке чистый спирт с антифризом пока в какой-то момент уже не мог найти бутылку а он его наверно пил да пока не мог найти бутылку успокоительная есть? да, но это только по рецепту вот мой рецепт это не рецепт это пуговица от твоего плаща да ладно, ты уверен? послушай, я конечно слепой но не тупой по-моему ты заблуждаешься а бесплатно ты ничего не отдаешь? нет конечно ну так ты мне его дашь? не торопись я дам тебе кукумис агницио только в обмен на бесплатный купон куку чего? кукумис агницио огурец откровения активное вещество содержится в соке но оболочка очень прочная побочная оболочка опасное содержимое непредсказуемые побочные эффекты прямо как я хм я немножко не зачитал из того что он говорил об нем но смысл там был в том что бесплатно он отдает только эту абсолютно нелегальную фигню которую надо на ком-то испытать может ты мне все-таки дашь бесплатный огурец? только в обмен на купон бесплатно в медицинском журнале очевидно что-то я здесь никаких журналов не вижу и я не вижу но я же не ною по этому поводу журналы лежат на самом видном месте нет, ну ничего когда у тебя был перерыв один экземпляр точно был здесь я испытывал новое слабительное и внезапно мне приперло и ты взял этот журнал с собой в сортир зачем? картинки смотреть про шлифт брайля слышал? и потом в таверне Гулливера вечно нет туалетной бумаги у меня как это? аллилуйя у меня складывается картина этого мира я понял зачем мне в туалет в той таверне для того чтобы взять купон вернее журнал в котором бесплатный купон на получение бесплатного огурца а вот зачем мне бесплатный огурец я пока еще не понял но все впереди все впереди главное это не забыть там сидит мужик чем-то похожий на немножко побритого льва толстого я к сожалению не могу с ним поговорить абсолютно ни о чем так чтобы да у меня дальше складывается картина этого мира чтобы получить ключ от туалета я должен обыграть сопротивленца в камень-ножницы-бумагу чтобы обыграть сопротивленца в камень-ножницы-бумагу мне нужна турнирная рука которую я получу если сумею пройти незамеченным мимо того парня в этом лайнере мимо которого я смогу пройти незамеченным если возьму средство для невидимости скорее всего значит мне надо в магазин в котором я покупал разную техническую фигню я даже наверняка его где-то здесь найду да на рынок только я не помню абсолютно где эта лавка лавка я туда зайду и там в принципе закончу на сегодня но я просто у меня мозг переполняется от всей этой логики по-моему это было в гавани где-то в гавани а может быть и нет надо картой пользоваться да это было явно не в гавани на причал маленькую венецию тут есть карта а тут же должна быть карта где где бампер сколько раз я здесь был и не видел бампера ладно иду сначала к бамперу наверное когда я сделаю что-то с бампером он у меня попросит подушка безопасности как бы мне еще раз осилить его акцент а а а странца и сатемат то делать пов моя новая стака дярия теперь я должен идти кальдоку за реплачементе а а а а а а вот это было прикольно я с ним абсолютно согласен а правда я немножко не понимаю я думал что я ему принесу эту новую подушку безопасности а он сам поплыл но зато у меня осталась гондола я на ней смогу покупать ну не покупать конечно покупать а сумея в худшем варианте развития событий покатать на ней смогу гуал значит ура я играю все таки не в трех разных мирах чтобы три разных воплощения гуал сделать в одном и том же мире и это будет мне помогать по ходу событий я буду делать все что мне поможет в общем сначала я думал что у меня будет странная серия ни об чем но чем дальше мы углублялись тем больше я понял что у меня складывается картина этого мира это офигенские я думаю что будет дальше только интересней на этом я с вами прощаюсь получилась длинная серия но я абсолютно рад мне нравится что происходит надеюсь вам тоже смотрите подписывайтесь ставьте лайки и скоро встретимся не в субботу но может быть в воскресенье или в понедельник это был курящий из окна до свидания и да с семнадцатью тысячами подписчиков меня которые случились сегодня мне это приятно подписывайтесь дальше все пока пока